Приветствую друзья! Примерно два года назад мы с вами уже рассматривали неплохой беспроводной петличный микрофон от компании Кимофан. Однако с тех пор технологии не стояли на месте и производитель предлагает уже более продвинутое устройство, которое не только работает как та самая беспроводная петличка, но теперь еще и содержит микрофон, уже встроенный в блок. То есть последний можно прицепить на одежду безо всяких петличек. Без сомнения, все это подсмотрено у небезызвестный рот, однако важно не кто придумал, а кто как реализовал и сколько это стоит. Сегодня говорим о беспроводной системе Кимофан КМ-G51. Собственно, поехали! Пришел микрофон довольно скромной картонной коробки с изображением блоков ресивера и трансмиттера. В комплект нам положили довольно плотный бокс для транспортировки, инструкцию, ветрозащиту кошка для встроенного микрофона, классическую ветрозащиту для петлички, два кабеля для подключения к камере и к смартфону через 3,5 мм разъем, двойной зарядный кабель и тот самый петличный микрофон. То есть набор самодостаточен для любых сценариев использования. Единственное, переходник с Type-C и Lightning на 3,5 мм джек вам придется покупать отдельно. Ресивер и трансмиттер представляют из себя небольшие пластиковые блоки с кнопкой питания, регулировкой уровня, двумя светодиодами состояния батареи и сети, Type-C портом для зарядки и немного тугой клипсой на задней части. При этом у трансмиттера имеется классический 3,5 мм вход под петличку и обещанный нам всенаправленный микрофон с отверстиями для крепления кошки. А у ресивера выхода на наушники и подключение к камере или смартфону, а также небольшой дисплей, на котором отображаются заряды каждого из блоков, уровень соединения, громкость выхода на наушники и динамически изменяющиеся отображения уровня сигнала с индикацией перегруза. То есть оператор за камерой может не только вас слушать, но и также визуально следить за динамикой. То есть все максимально продумано, кроме крепления блока ресивера на смартфоне, для камеры ширина клипсы совпадает с соответствующим креплением. И непонятно какой сейчас уровень выставлен на трансмиттере. Эта информация была бы крайне полезна. Из важного стоит добавить, что заряжаются блоки около полутора часов, после чего работают примерно 5 часов. И это действительно так. Отдалять блоки друг от друга можно не далее 50 метров в прямой видимости, однако это предельные величины, я бы ориентировался примерно на 20-25 метров максимум. Для работы включайте оба блока, регулируйте на них уровни и все, можно записывать звук. Если же вы сам себе режиссер, то предварительно поговорите, наблюдая значение на ресивере, чтобы не было перегруза. Хотя я даже кричал микрофон и никаких критических артефактов не было. В ходе тестирования установил, что комплектная петличка и встроенный микрофон пишут примерно одинаково. У встроенного чуть выше выразительность, но не кардинально. А уровень на трансмиттере почти всегда придется выкручивать на максимум, если конечно вы хотите добиться максимальной резкости. Чем ниже значение, тем звучание мягче и басовитее и слышнее фоновые шумы. Да, к сожалению, они здесь присутствуют. Лимиттера, как я уже сказал, здесь вроде как нет, но добиться серьезных проблем при перегрузе лично мне не удалось. Возможно таковой присутствует в моей камере. Ну и шумы от беспроводного канала слышны повсеместно, стоит только перестать разговаривать, однако тоже далеко не критично. Как совет, если пишите на микрофон, то в момент записи всегда ставьте его в режим полета. Это касается не только героя обзора, но и абсолютно всех микрофонных систем. Ну а как микрофон записывает, вы слушаете прямо сейчас. Голос у меня, конечно, далеко не дикторский, но то и хорошо на нем сразу все слышно. Из обработок единственное, что сделаю, это срежу низкие частоты до 70 или до 100 герц. Что лучше будет видно, друзья, на монтаже. В итоге система получилась крайне любопытная. Мне очень понравилось, как пишет встроенный микрофон и удобство при его использовании. Возможно, буду дальше его использовать в своих обзорах. А так не хватает экрана на трансмиттере, чтобы смотреть текущий уровень и задумки, как крепить ресивер к смартфону. Запись же получается довольно чистая, с хорошей резкостью и передачей артикуляции. Мне лично все нравится. Добавлю только, что для смартфонов они уже выпустили ресиверы сразу с Type-C и Lightning. В моем наборе такого нет, поскольку брал его где-то полгода назад. А теперь можно сразу выбрать под конкретную задачу. Аналогичные роды, я смотрел, стоят где-то в 3 раза дороже и еще выше. Если текущего качества вам хватает, то можно неплохо так сэкономить. А на этом у меня все. Это была микрофонная система KEMOFAN KMG51. Всем, друзья, добра. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте свои комментарии и конечно присоединяйтесь ко мне во Вконтакте и Телеграме. Всем добра.